всем привет итак итак в том туре я играл белыми против неплохого саратовского гроссмейстера никита макиняна и но он наигран более чем я известен боевым или все равно всегда было каким цветом он играет он всегда играл на победу острые дебюты обычно черными старушкой или бинони что-то вот такое белыми е4 то есть и дуновы ну я играл белыми пошел до 4 и неожиданно для меня ну вот здесь еще никита иногда давал шах на b4 но в этой партии он решил пойти б6 ну я вспомнил начал вспоминать подготовку к партии с 2 тура сыграла 3 хотя до этого основным моим дебютной основной дебютной линии у меня был слон и в 4 4 кстати вот интересный можно так играть ну а при системы петрофяна тоже ход боевой и впечатление от партии с евгением на у меня были вполне вполне нормальная то есть я был готов до определенного момента повторять эту партию последовало слон бы 7 конца 3 и здесь ты 5 и на словны в 4 слон д6 такая крепкая линия то есть здесь помню что чернопольных слонов вроде бы менять надо а в случае cd надо бить на d5 и стремится провести е4 и поэтому на фонды 3 черные вроде бы должны играть они в 6 тогда мы ходим ферзь е2 и все-таки настаивать на проведении е4 после того как никита сыграл рокировка меня посетил глюк я почему-то не понял что могу поставить пешку в центр и вот эта позиция ну огромного перевеса здесь у белок конечно нет но очевидно что преимущество в пространстве такие красивые центральные пешки которые я люблю дают белом комфортную игру с неплохими шансами перевес вполне можно увеличить слон бы 7 туповат упирается в пешку е4 слона d3 оживить намного легче плюс он контролирует хорошую диагональ f1 а6 вместо этого я сделал рокировку этот ужас последовала ладья c8 и то я к своему удивлению обнаружил что я мог пойти е4 ну и посту о чем думала голова вообще непонятно здесь как раз надо было пойти ферзь е2 и приберечь ход е4 на потом в случае коне в 6 конь d2 сейчас покажу то есть не не пускай они на е4 фигуры черных не на c4 я ляпнул е4 и после слон c4 конечно у черных уже полный порядок ловушка такая ладья е1 вдруг черные сделают какой-нибудь там левый ход ну не знаю какой-то но ферзь по 6 например тогда слон b1 и мы хотим слопать слона c4 у него уже серьезные неприятности наметились но конечно же никита бьет на d3 ходит ферзь b6 и вот эта позиция после размены голопольных слонов она уже очень близко к равной мне удалось найти интересную идею ну смотрите хочется поставить пешку на d5 и коня на d4 здесь мне в каких-то вариантах казалось что не хватает форточки поэтому h3 а на 6 я придумал как двинуть пешку на d5 я повел коня на шикарное поле c4 конь f1 владеев c8 и здесь после размена на c6 конь е3 конь на е3 расположен великолепно тут у меня появились хорошие иллюзии такие неплохие что я могу эту партию все-таки постепенно выиграть но после ферзь b6 преддверие цветнота то есть все-таки незамеченный ход е4 замеченный потом удивление от того что чертам удалось разменять белопольных слонов все это привело к потере большого количества времени и у меня как обычно на этом турнире начал намещаться цвет но кстати первенство уфо я пошел по моему без единого цвета то есть это удивительно насколько по-разному игралась на турнир вот и я здесь поспешил с ходом d5 был очень интерес было очень интересное продолжение ладья d1 чтобы не просто пойти d5 напасть этим самым еще и на пешку d6 плюс ладья с ферзем друг друга защищают это дает дополнительные возможности белым вот но я ляпнул d5 и после конь е5 вот конь черных стремится на c4 ему очень важно разменять коня е3 здесь я выбирал из двух продолжений ферзь b3 как бы как я сыграл в итоге ферзь d1 вот ферзь d1 было намного интересней потому что теперь конь c4 уже опасно для черных и и ферзь и 4 спешкой е6 проблемки ферзь готова попасть на 6 если защищать пешку е6 королем то в гости к черному может отправиться лошадка там владя на c8 неудачно расположена и она придет на 4 проблема в том что до ферзь d1 черные не обязаны ходить конь c4 с другой стороны полезный ход им должен найти не так-то просто может быть опять конечно ну в общем ферзь d1 ход был более боевый после ферзь b3 партия очень быстро покатилась в сторону ничьей я конечно еще попытался надавить на слабые пешки но сильный ход король h8 и у нас возник вот такой ферзь и внешне после года опять черные предложили ничью я прикинул что выиграть наверное в этом и что ли не удастся а наиболее вероятный результат здесь ничья немножко прикинул различные вариации пешечных окончаний все-таки у противника король стоит наш 8 но все-таки если они успевают размер поставить пешку на а4 и разменять ферзей на c4 то есть пойти d5 и ферзь c4 то пожалуй у черных может быть только лучше особенно если пешку д удаст подвинуть на д4 объективный объективная оценка конечно ничья и я в общем-то согласиться ну и вот за эту партию мне я бы сказал что немножко стыдно потому что я напутал вообще все что можно все что можно было перепутать роман юрьевич здесь перед ничья результат не самый плохой ну и кстати было бы достаточно неприятно если бы никита вместо предложения ничьей все-таки рисую проявить характер и побороться времени у меня было поменьше чем у него здесь всем спасибо за внимание шестой тур такой маленький коротенький ролик